Такие предметы искусства – большая редкость для музейных собраний по причине их хрупкости. Материал изделия – слоновая кость. Живописные полотна, скульптуры, даже этот кубок – все эти экспонаты объединяет общая тематика – мифология. Они предоставлены московским коллекционерам Ольгой Затеевой. Я никогда не пыталась что-то другое покупать или там все, поэтому это проще, это понятно, целеустремленнее. И более дает возможность углубиться в тему, посмотреть на это все. Ведь даже резчики по гости работали по-разному. Итальянцы – одна техника, у французов – другая. Особенность этой выставки – ее стилистическое единство. Зритель может проследить, как трактуют один и тот же сюжет представители итальянской, немецкой, французской школы. Только на тему похищения Европы здесь собрано около 20 экспонатов. По мнению специалистов, это живописное полотно выделяется на фоне остальных – своим тонким психологизмом и оригинальной манерой исполнения. Произведение выдержано в холодных серо-синих тонах и будто погружено в путьму. На темном фоне белилами высочены фигуры главных персонажей – Европы, сидящей на быке, и трех седонских дев, пытающихся спасти красавицу. Еще одна тема, которая представлена на картинах и предметах декоративно-прикладного искусства – миф о союзе прекрасной царевны Леды и Лебедя. Эта любовная история нашла отражение и в самом раннем по времени создании из представленных произведений гравюре 1548 года. Самый старинный экспонат на выставке, самый уникальный – гравюра Ганса Зебальта Бекхамо, немецкого мастера 1548 года. Она очень маленькая, изящная, выполнена в технике гравюры резца. Эта техника требовала от гравюра предельной осторожности и аккуратности, потому что любое исправление штриха вело к тому, что при печати могла появиться клякса. Экспонаты из этой коллекции ранее не демонстрировались широкой аудитории. Эти уникальные произведения первыми увидят нижегородцы. Чарующее миф о фолшебство – это не просто выставка, это целые образовательные программы из цикла лекций, экскурсий и мастер-классов. Они будут проводиться в Нижегородском государственном художественном музее. Посмотреть на предметы искусства, которые хранились от посторонних глаз в течение 20 лет, можно до 18 марта. Для посетителей есть возрастное ограничение 16+. Анастасия Кочнова, Алексей Звилов, Объективно, ННТВ.